10 секунд remaining 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 вич и гейминг теперь на в роли капитана и исполняет он просто великолепно айс 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 теперь в роли оффлейнера и айс 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 играет тоже прям расчудесно ну и команда вич и гейминг наверное более агрессивно заряжена чем команда их ум хотя шансы естественно равные у 1 2 не стал бы выделять никого здесь и говорит что кто-то там кого-то там мог бы наказать ну по статистике конечно увич и гейминг больше шансов давайте я вам покажу частично и home вич и гейминг в целом на их ум 19 коэффициент а на вич и гейминг 1877 даже два практически на их ум поэтому ну там минимум небольшой минимум но из этих минимумов в основном и строится вся дота где-то какую-то деталь не додумали не дали не допоняли и не доработали недоконтролили вот вам пожалуйста и более слабый соперник может победить соперника гораздо более сильного как в частности было между вич и гейминг о между виртуз про и командой секрет никто не ждал от секретов слива даже близко и победы от в.п. может и верили хотели но так чтобы сказать что в.п. накажут секретов была мысль а вдруг вот вдруг случилось не хом и последний пик от них антимага забанили забанили разора тут мид лейнера не вижу команды хом хотя нет и есть мид лейнер нет саппорта у команды и home со стороны коллектива вич и гейминг кто флейнер отсутствует мид лейн я думаю будет зевс у команды вич и много сара not your home нормальная история ну минимум времени остается у вич и гейминг на пике пугна утечи гейминг охохо супер забирает себе пугну причем на мид лейн забирать себе зевс отправляется на сложную хау будет играть на гирокопты и так быстро пиковать своих героев чтобы не опомнилась команда их ум мало ли что вдруг чего придумают начнут сами там свап какие-то решаться что-то что-то выдумывать супер на мид лейне на пугне против сетевая на линия где-то забирает себе рубика вайджей на луне ланым как я понимаю будет играть на ноги сайрон и дарк сир для ротики в составе команды ехоу ну и вич и гейминг хау забирает себе гирокоптера айс 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 на сложно отправляется на зевсе фай будет играть на дизрапторе пугна это супер и фенриер будет играть на шейкере выучил всех китайцев как родных уже где это я был только что что это только что смотрел а вот он лежит вот он лежит и какие там юбе где ньюбе нет уже ньюбе хватит хотят чжан нин завтра будет являться команде виртуз про я думаю сегодня еще во время сна не надо у него кое-что спросить как чем контрить его команду ждет очень неприятный соперник для команды виртуз про для любви для любой команды неприятный соперник вот ну и достаточно уверенно идут игроки команды lgd одну ошибку допустили спустились в лузера но это естественно еще не фейл и не слив что в п надо будет собраться наверное даже мощнее чем на секрет секреты хороши но это не ами не китай стабильности то и нет как ни крути секреты давят всех но если давят самих секретов то секреты сливаются ну и команда их уже сконцентрировалась на топ руне нижняя руна для коллектива вич и гейминг как думаете интересно долгий вообще это будет матч или их умы свечи гейминг не знаю там 25 минутную катку вообще раскатают такое тоже может быть обе команды китайские знают как играть в быструю доту ранее ганки быстрые походы хотя так конечно нет такой общей пуш стратегии у команды и home здесь есть пугна который быстро сваливает товара но для этого надо хотя бы не нафидить на собственном лайне знаете не так уж и просто что это такое это кто такой что за огнелись хим уже больно бедная собака под подожженной это какая-то истерика вообще зевс в это время огребает по хп на топ-лейни гирокоптер внизу вот хао по фарму тут вроде как все нормально но не очень приятно здесь против ротикея стоять сайан шелами а вроде и рэн живой но если вдруг какой-то крип подходит там беда случается но и по тавером естественно фарм не очень хорошо идет у гирокоптера потому что надо мансить между тавером деревьями между крипом который горит вода эншелом и близко стараться не подходить вообще хао один из лучших фармеров по моему из тех команд которые остались ну и быстренько разваливают на медлэйне у нас лину 1 килл от команды вич гейминг айсайсай забирает этот фраг и сити вай который кстати по моему лидер команды и хум вот по вопросам игры конечно сити вай равных себе не видит очень даже агрессивная от него игра продуктивная эффектно эффективно и короче говоря все прилагательные которые с положительных сторон его характеризирует характеризуют супер 11 на 3 против него сити вай 13 на 3 идет 14 на 4 вай джей на луне и 13 на 7 х достаточно ровно все по графикам я думаю тоже больших выпадов нет 500 по галде в пользу вичи гейминг и по экспириенсу больше в пользу команды еху пока ребята из вг ходили на медлэйн втроем делать килл в это время остальные получали экспу вот и пожалуйста отсюда и деньги в плюс для вг и минус экспириенс для вичи гейминг так пошел замес здесь ротикай возвращают ну и хао его просто разваливает здесь еще один удар гирокоптер забирает этот фраг не нахватался дэмэдж от айншелла хао ну и начало более чем многообещающего от команды вичи гейминг центральная линия супер 16 на 3 сетевая 17 на 5 луна на топ лейнг вай джей 22 на 10 диди си один на ноль зевс 2 на 0 и узи в саду проблемки появляются по вопросам фарма его не пускают крипам это и нормальная тима ты вот давишь 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 а потом зевс просто молит о пощаде и ничего сделать не может ну пока у вичи гейминг ситуация не такая конечно я думаю если сад себе салу салу ринг принесет прокачает старик филд и по идее на линии будет просто расковыривать команду ехо супера поймали на руне или кто еще кого поймал дикрепифай будет ли проюзан или нет дикрепифай долговато еще уходит на лох и пыль лина лина не просто уходит на лох и пыль она еще и девца за так пошел вард у нас от супера и вай джей разваливаю а что замес один в один ланэм лох и пешный закрывает ланэм а и закрывает здесь и ddc в кинетик филде убивают правда еще и пугну и ланэм уходит даблкил от фай а вот это кеп отжигает ну и даблкил было от лины никуда вроде сетевой не ушел остался здесь 2-1 счет у него после этого замеса 625 в пользу их умы 527 для команды вич и гейминг капнула thank you так ну и на мид лейне втроем уже сконцентрировались игроки команды вич и гейминг будут заходить на сетевая как я понимаю по идее фай может как только спустится из сетевая сразу же будет клим с кинетик филд так сетевая ловят пошел по сетевая здесь еще и сандер страйк возвращает назад сетевая в кинотехнил закрывают и очень быстро с ним поговорили супер а почти 6 левел после этого конечно пугно будет просто насиловать команду your home я думаю к этому стремится доминируй властвуй унижай примерно этим супер будет заниматься ближайшее время немножко голды остается до приобретения аркан бутсов я думаю что они ему были бы не лишними здесь ждем аганим в принципе от супер это так в идеале ох нас так а лит от суперу на зерк бласт 2 3 левел а поэтому фарм достаточно удобен для него стоит фиссурия ну и нормально так по фарму супер здесь поднялся приобретает себе аркан бутси 500 голды сверху еще для супера вичи гейминг по голде выигрывает полторы по экспириенсу тоже вышли вперед ну и нагасарин забирает в это время зевса но это на сложной линии там ланэм очень быстро справился со своим оппонентом вай джей вай джей в это время уже почти 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 сколько тут почти 50 крипов наубивал хао чуть-чуть от него отстает но в принципе близко ну по фарму нормально китайцы умеют фармить и они этим наверное и славятся поэтому в лейту конечно против них не заходить лучше с другой стороны что значит не заходить в лейту против китайцев когда ты сам китаец поэтому ну по идее я думаю что решаться все вопросы где-то минуты до тридцатой здесь одним и другим коллективом здесь луна здесь гирокоптер то то что это джейминг постоянно будет вливаться по всем вообще дай азботом таву асанда атак ну и подпушивает по нижнему лайну игроки команды вг в принципе если есть незер бласт то смело можно им и за спамить товара более сыпятся они очень даже легко маны предостаточно у супера просто заходи и бей ну пока просто руками бьют а вот крипы пришли теперь и незер бласт да теперь и незер бласт пока что лох и пешный тавер по идее динаить будут пытаться игроки команды ехал не знаю насколько это получится потому что супер близко сам подходить не будет а вот незер бластом забрать этот тавер это не проблема как там ротики нет шестого левела еще у сыра все и пук не достается от того мы уже есть дресс к деньги есть нам фактлер вот и сам баклер остается на рецепт для супера что-то меня поташнивать от этого варда стала как придумают что-то страх какой-то может у меня что-то с эстетическим пониманием вообще этого мира наверное дело не в тебе дело во мне дорогой вар так зевса в это время напрягают на центральной линии ли он сам себя блин да это такой конечно напряг с этими с ул рингами особенно на лох и пешных героях которые езают с ул ринка половину хп себе сливает сразу в панике переключаешься ищешь что случилось где как какой где замес что пропускает ничего на самом деле чувак продолжает фармить протекей лох и пешный ну а юзни с ул ринг и умри здесь ведь юзнет юзнул красавчик и все и деньги будут капать малой вернется сейчас на дамажит батю сетевая не дал по фарме толком тысяча голды вич и гейминг по экспириенсу полторы тысячи в пользу команды ехал айсайс айсайс на зевсе уже тысячи голды есть а это не он дух пугны были аркан бутцы все перепутал немножко так зевс ульту пытался провязать но не провязал зато напугал хорошенько всех давайте по артефактам пройдемся 11 минут уже сыграно у вай джея есть хелмов доминатор power threads есть magic wand цветок портала рубик у нас блах ничего вообще у ddc нет лина став офисе дренул талисман power threads magic wand нага сайрон аркан бутцы у ланэма больше ничего тарксир немного совсем остается до приобретения мекки загоняют там ddc прямо по таворам на него сандер страйк повесили ну и супер его по идее должен забирать nether blast ddc лоу хп-шный от пи от пи вается но это так на чуть-чуть совсем ухай сайс сайсу тут от тавора больновато как где супер а все здесь все пять героев игроки командующий гейминг уже под т1 фото плейна пугна не должен отсюда уходить должен помогать добить тавора нет оставляют его для хава куда пугна делся на мид лейн как я понимаю нет супер еще здесь суток купил тп-шку и остался здесь у него есть мега так надо идти и пушить раз есть мега мега есть маны предостаточно крипы падают очень быстро хао здесь зевс здесь раскастоваться смог пошла перетяжка на нижний лайм ротикея здесь видят кто 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 забежать может ротикея здесь глимсануть назад не получится 6-3 становится счет полторы голды полторы тысячи по золоту в пользу команды вичи гейминг и по экспириенсу ехому впереди 2 так это время внизу у нас супер-пупер замес дарксира развали дальше погоня за ddc под сандер страйком рубик еще один заряд ну в должен выживать и нет маны ни у кого конечно файты абсолютно без зубы зевс ульт зевса маны нет а я я у тебя же есть солрин давай сейчас юзни солринг и дай ульту смеху было бы 7-3 становится счет вичи гейминг продолжает комбинировать по золоту по экспириенсу проектов у шейкера до даггера еще миллион лет фенрир тут несчастный пренесчастный давайте общины творцы посмотрим 5500 хау 5300 супер 5400 где-то сети вай вай джей 4900 и ротики и 3600 так расположились игроки по своим спискам ну и по артефактам в принципе что необходимо луне необходим блэкинквар чтобы нормально файтится тут зевс тут герокоптер тут пугна который дэмэдж много вольет в луну поэтому бкб мастхэв тут даже от не обсуждается этот вариант все старшие яши вся эта ерунда будет после изначально конечно вай джей очень зависим от иммунитета к магии вай джей фармит никуда отсюда не девается там в это время в центральную линию забирает пугна сколько это уже тавров это три тавра от команды вичи гейминг снесенных своих они потеряли только на нижней линии ну и то недавно мы по голде и хоу мы должны уже проседать но проседают на две тысячи не так уж и много бывало и больше на самом деле ну а джей тут нас так или приличненькое количество был бы конечно буст какой-то по дэму же было бы вообще великолепно если бы собаку например взять но он взял медведема на крушителя и он ему ничем помочь не может просто постоять посмотреть но вай джей вообще не проседает по хп на самом деле потому что ну его бьют по стольку поскольку а иногда и просто вообще не бьют абсолютная халява для вай джея стой и бей и мы так можем часами залипать дэмэджа очень мало конечно еще раз говорю какой нибудь волк решил бы вопрос секунд за 40 быстрее может и меньше но недостатки по фарму луна здесь подправит тут достаточно много стаков два больших дракона три больших голема джей уже 1100 имеет по голде так ульта пошла от дзевса проверить где кто увидели вай джея но врываться на него пока не рискнуть я думаю бкб приобретает себе хао и вай джей наконец то сколько можно было вы посмотрите на этот диско шар который теперь называется эклипсом хао за ротикей за ддс здесь саппорты не вывезут ротикей тоже не особо боец еще голды тыща хп всего лишь ну и не нормального тапка не даггера поэтому драться не получится с хао а 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 Кстати, загоняют команду Your Home, закрывает Супер Здесь, да, не только Супер, больше Комедик Филд от Эфвайя решает Так, Сон пошел от Наги Ловят Эфвайя И уже сюда ТП, Хао Входит у нас в Сон И Вай Джей, скорее всего, здесь и оставят Где Вай Джей? Глимсонули, да, Вай Джей глимсонули Ротикей лох и пешный, Ротикей еще один удар 20 хп, Ротикей еле-еле отсюда уходит Ну и один в один Разменялись, хотя потеряли пугну Игроки команды Вичи Гейминг Это несравнимо с потерянным Рубиком Так что по Галдеев плюс Больше команды Ехо И вообще Вичи Гейминг все слили Что выигрывали до этого 2500, как вы это делаете По экспириансу 7000 Ехо Не 7, но где-то 5 с копейками точно Ротикей на Дарксире 640 голды Тапка нормального пока что нет Здесь Лина Еу сетевая уже есть Есть, но у Талисман Пауэртрет с Боттл Мэджик Вон полторы тысячи на руках Ну и Вай Джей практически уже с Блэкинг Баром Как только БКБ будет у Луны Как она сможет нормально файтиться Я думаю, что ВГ Посыпятся Это не так-то сложно на самом деле По такому пеку Ну Хао, допустим, супер боец Но в целом Луна достаточно опасная подруга Тем более с Блэкинг Баром С нормальной раскастовкой Ну и на хайграунд уже заходит команда Вичи Гейминг Незда Бласт бросают Хао готов файтиться У него есть БКБ Задувать в него нечем Сетевая, Ланэм То есть Хао уходит БКБ юзает прямо под Лайтстрекеры от Сетевая Ай-сай-сай Спамит наверх Молнией Не очень понятен мув Вичи Гейминг не зайдут на хайграунд Нафига тут топтаться тогда Спускайтесь вниз, фармите Пусть Хао летит вниз сюда, подфармливает Хао прям молодец Подслушал чертяка Полторы тысячи у Супера Есть Огр Клаб То ли БКБ, то ли Непонятно что Он, наверное, Блэкинг Бар Потому что одна луна может Избавиться от Пугны очень даже легко Вичи Гейминг по золоту Всего лишь 250 По экспириенсу они проигрывают 6000 6000 Это при таком-то Ну при равной игре по экономике Так сильно проигрывать по экспириенсу Это перебор Давайте посмотрим, как оно так получилось Тринадцатого левела у Ехома Флина Тринадцатого Луна И одиннадцатый Пугна И одиннадцатый Гирокоптер Вот вам, собственно, и Простой ответ на этот вопрос Почему это интересно? Нет отводов Почему это интересно? Крипы не появляются Удачный вард Тут командовичи Гейминг Но они вроде как Пытаются драться Давят С одной стороны А с другой стороны Здесь Луна Выфармливает Достаточно неплохо И она держится на хороших позициях Здесь Лина хорошо фармит А Супер уже начинает Проседать Четвертое место По Нетворцу И Есть подозрение Что дальше хуже будут У него дела идти Культа Дзевса Узнали где кто Сетевая ловят Као Ой-ой-ой-ой Как больно, конечно Здесь Здесь Рокет Бараш Просто сдул Бедняжку Лину Потеряли одного героя Игреки команды Йохум И только вот фрагами Вичи Гейминг Как-то выходит вперед А в целом По фарму По экспе Почему-то Все время проседают Все время Тут они уже спушили Линию до хайграунда Здесь уже хайграунд Подпушили Здесь сейчас будут Пушить тавер И спушат его А по графикам Ну, копейки Неужели Йохумы Настолько хорошо фармят 158 сетевая 151 хао Ну, да На самом деле Очень даже хорошо По фрагрепам Йохумы Очень на уровне держится Радиан Ну и в это время Ихом заходит на Рошан У них, опять же, никакого Отставания нет, преимущества В принципе тоже, но Подраться они хотят У Айджа есть БКБ У Сити Уая Есть Юлы практически, есть Блэкинг Бар Дидиси тоже нормально себя чувствует У Лан Нем, да все в принципе в порядке У команды Ихом У Айджей ловит у нас Кулдаун оба заряда Теряет половину ХП Дальше Айс Айс Верхнюю по У Айджейу У кого Эго У Сити Вая, да, У Айджейу лучше отсюда Просто валить Ротикея возвращает назад И Ротикея разваливает Гем из него выпадает, он прям плюс для команды ВГ Доминейтинг Стрик от Хао Байбэк сразу у Дарксира Готов файтиться, уже летит на центральную линию Дарксира Хао, разрывают на куски Эээ, ульта вот тут от ВГ чудеса творит Просто разнесли 10-5 счет 897 голды Выграли Йохоу, несмотря на байбэк от Дарксира И 1239 по экспириенсу Молодцы Просто молодцы Дарксирует на байбэк от Дарксира 680 голды 530 Субтитры 620 Субтитры 12 Субтитры У Лины гирокоптер от Хао приобретает себе Сэнджин Яшу. Но игра обещает быть, мне кажется, 158 тысячи 7 миллионов минутной. Примерно к этому все идет. Если, конечно, не психанет кто-нибудь, например, Ехоумы, да не пойдут реализовывать свою Лину. Пока что уже есть Яша, есть БКБ, шансы нормальные по фарму. Все очень ровно, 500 голды ВГ, экспириенс 6000 Ехоумы. Ну, так дела обстоят уже минут, наверное, 10 последних. Ну и тусуются в пятером игроки команды Ехоумы на Мидлейне. Здесь центральная линия от ВГ занята и ни туда, ни сюда. Единственное, делегата отправили здесь пофармить немножко. У Зевса уже есть рецепт на Блатстоун. Осталось только на Виталити Бустер на фармите. Арканбутсы разобрать и вытащить оттуда заветный Энерджи Бустер, это не проблема. У Супера БКБ есть. Супера есть Мека, глинсует назад сетевая, тут 500 километров назад просто протащила его. Кулдалу нет смысла давать, потому что просто не успеет. Хотя теперь можно и попробовать. Но БКБ есть у Лины, поэтому не рискует здесь Хаоум. Ой, гляньте, притаился за кустом Ланэм, сейчас петь будет. Пошел. Финрир здесь и Супер здесь. Проблемы, по-моему, у ФА и ФА и в Таверну Ланэм. Лоу ХП, но живет. Стенка отличная от Дарксира. Разделила просто пополам всех. Лоу ХП на Юхуму, но бежать за ними желания у команды Чигемин, конечно, не имеется. Да, пошла вот Зевса. Ну и Вай Джея, скорее всего, разваливают. Финрир дальше вместе с Супером за Ротикейм. Ротикей в Таверну. Эхо слэм от Финрира. Финрир бежит дальше. Все, развернулся Финрир. В итоге этого файта 3 в 1. Размен 1400 по голде. Зарабатывают игроки команды Чигеминг. И 3 800 по экспириенсу. В 28 минут 19 фрагов. Ох и интересный же матч. 2000 по голде ВГ. И по экспириенсу 3 в пользу команды Юхуму. 10 зарядов у Зевса уже в Бладстоне. 1400 на руках у Айз. Подрались в ЭГ очень здорово. В прошлом матче, я думаю, что... Есть смысл, в принципе, Зевсу и Аганим. Дотарить. Так. А у кого, у кого, у кого? У кого была ЭГ и пропала? Сетивай 1700 на руках. Но здесь надо выходить в дополнительный дэмэдж. Потому что с гирокоптером, например, разбираться пока непонятно чем. Ну вот он, дополнительный дэмэдж. Это поинт-бустоп на Аганим. Гирокоптер уже есть БКБ. Тут без него, в принципе, не справиться никак. Так, у гирокоптера еще и дэмэдж появляется. Хау в МКБ, скорее всего, пойдет. Флай на Дезерапторе. 2000 на руках. Возможно, даггер. Пугна после БКБ. Мекки. Батла и Аркан Буцов имеет 1700. Айса мы видели. В принципе, не дас. Все дела. У Шейкера есть Шадов Амулет, но у него нет даггера. Зато есть еще Сол Рим, Транк и Буцы. Всякая мелочь. Зев своими молниями ходит, все прочекивает. Ну что, команда Вичи Гейминг решила еще раз попробовать зайти. Хау на хайк граунд. У него много дэмэджа. Ульта пошла от Хау. По ДДС попадает. ДДС забирает колдаун. Тауэр забрали в ВГ. Начинают бить в сторону. Сетевая возвращает назад. Вайп, скорее всего, сейчас отправится в таверну. Нет, не успевает. Рокет Бараш полностью провязаться. Странно, кстати. Флаг Кеннон сейчас закончится. Нормальная иллюзия и наги разнесло здесь двумя ударами от Флаг Кеннона. Хау. В это время пилит милишный барак. Он живой уже падает. Но команда Вичи Гейминг неужели так просто на тупом отожмет у команды Юхом одну карту? Это же даже смешно смотрится. Но наиболее важное то, что команда Юхом не идет сливаться. Они понимают, что Лун не надо фармить. Снесенная сторона это еще не так критично. Можно с этим играть. Ну и Вайджей продолжает фарм. Пока что по Нетворцу он занимает вторую позицию. Отстает от Гирокоптера и Супер на третьем месте. Рубик в сторону кулдаунами фармит. Красавчик. Рубик приобретает себе даггер. Странно, вроде Юхомы терпят по золоту, а артефакты нормальные появляются у Са. Хотя какие там нормальные артефакты? Это 32 минута. Конечно у Саппорта должны были к этому моменту появиться артефакты. ВГ 7500 по золоту. По экспириенции ВГ тоже все отыграли. У Зевса появляется даггер. У Хау появляется МКБ. Нижняя лайн от команды Вичи Гейминг. Спушиваться будет легко, я думаю, Юхомы. Дефать его не то, что даже не пойдут. Просто не успеют физически. Это невозможно. Тауэр рассыпался. Теперь можно и на хэкграунд, например, заходить. Незервард уже стоит. Пугна. Подпиливает Тавер. Врывается Роти Кей. Хау бьют. Стяжка по нему. Хау в таверну. Самый смелый, я смотрю. Супер. БКБ и ТП Аут отсюда. И Фенрира поймали. Фенрира могут здесь и оставить. И так ему и надо. Фиссура ОДДС не точная. Фенрира, Глимеркейп. И уходить. 14-7 в счет. 1100 золота. 1300 экспириенс. Юхомы. Развернули своих оппонентов. Дубль дамага. Роти Кей, 2500 на руках. По идее, Яхумы могут эту катку перевернуть. У них есть Луна, хороший ДДшник. У них есть Лина, которая выключает одного 100%. Просто иди и разваливай. Нормальная рабочая схема. Но. Но, 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 но. Не стоит забывать, что здесь надо что-то выдумывать с Герокоптером. Если его не убиваешь достаточно быстро, то Герокоптер под МКБ, под Сенжиньяши, Флэгкеноном. Да он, по идее, мокрого места не оставит ни от кого из игроков команды ех... Пугна, уже есть Форст Став, есть Мека, Пойнт Бустер от Супера и остается 2000 до Аганима. 6К АВГ и по золоту, и 2500 по экспириенсу. Яхум. Так, не посмотришь, Яхумы всегда лучше по левелу, а АВГ всегда лучше по голде. Ланэм, через 4 секунды у него будет сон. Так, рисованная схема от команды Ехум. Ланэм предлагает вот так вот заходить. Или вот так вот. Прыгает Дидисина Хао. Хао, Фриммер Кейп сразу просто откатился. Хао. Стенка пошла от Дарк Сира. Лоу ХПшный Ротик Кейп, возвращает его назад, разваливает его Зевс. Ух, заруба пошла. Лоу ХП, вся команда Ехум, Вай Джей старается драться, Незерварт разбивает. Супер, Вай Джей просто отправляет в таверну, размен 3 в 3. Ну и здесь четвертый тоже погибает. Лина отваливается, и Зевс пошел дальше. В итоге этого замеса 200 зарабатывает в ЭГЭ, и 6500 по экспириенсу. Ну и будут сносить, скорее всего, тавер, может даже и линию байбэк есть. Только у Наги, а и у Лины тоже есть байбэк. У Луны точнее. Так, Шекер до сих пор без Даггера. Финрир, как ты себе это вообще позволяешь? 36-я минута, Финрир 11-го левела, Даггера у него нет. Ранквил, Буц и все. И Глимер Кейп. Гирокоптер. В БКБ есть МКБ, Сэнжин Яша, 1400 Ухау на руках. ВГ вроде как и давить могут. Пугна, Аганим есть. Блэкенбар, Аганим на самом деле бессмертный абсолютно. Супер должен здесь быть. У АйДжея после Саши Яши есть БКБ, 3200 на руках. Появляется рефрешер орб для Зевса. 15 зарядов в Бладстоуне у Зевса. Многовато, конечно. Ух, на ХГ здесь ДДС оказался. Забирает Атлайтнинг. И пошел развал просто команды Роти Кей. Вот эта стяжка удачная, конечно. Получилось. И Хоумы лоу хп. Просто бежать отсюда все. Сон нога провязала и валить все, кто только может. Да, Роти Кей, конечно, к победе свою команду как-то посредственно ведет. Хотя Зевса забрали. Потеряли Дарксира, забрали Зевса. 1000 голды в пользу команды Яхоум и 200 по экспириенсу для них. Рошан достается в любом случае команде ВГ. Рошан падает. Даже попытки вот Яхоумов не было. Прийти и за руку побороться. Что у Наги на голове? Какой-то электрический счетчик у Наги на голове, по-моему. Или просто кирпич себе привязала. Это здоровенная фигня. Не очень понятно зачем. Команда ВГ готовится зайти по нижнему лайну. Супер, по идее, может просто Назербластами заспамить. Спокойненько Тавр. Два раза такой дашь. Тавр, по идее, отвалится. Ну и Незервард поставил уже. Нихау, просто как чокнутый ворвался, забрал всех крипов. 1400 по золоту в пользу команды Вичи Гейминг. Ой, 1400 по золоту в пользу... В пользу гирокоптера 1400 по золоту. ВГ выигрывается 550 по голде и по экспириенсу 2500 для них. Дереси прыгает, поднимает Хао, заливает в него все, что только может. Супер, мека у него есть. И Хао теряет в итоге Аэгу. Зачем было мучиться, спрашивается. Здесь все равно в него все вальет. Ланэм. Стоит под статик штормом. Ланэм, по идее, должен отправляться в таверну. Стенка здесь пози в суха. Он на стенку не наступал. Лохэпэшный супер. У него есть Аганим. Ой, нет у него Аганима никакой. Нет Аганима у него. Супер где? Супер с Аганимом. Да, это я... Айсен Сайса посмотрел. Супер, по идее, с Аганимом мог бы просто нон-стоп высасывать хеллспойнты. Ну, здесь есть кому подстопить его. Хотя Аганим, опять же, бесконечно. Я про лайфдрейн, конечно. Ну и появляется бабочка у Луны. И вместе с ней появляется какая-никакая надежда в команде Йо Хоум. Хотя тут МКБ есть у Гирокоптера. Но остальные-то без МКБ. И остальные от бабочки будут достаточно сильно сыпаться. Так, пошел замес. Сити Вай против Зевса. И Айс 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 проигрывает линия. Жекелинг спрет мидлейнера команды Йо Хоум. 19-15, 800 голды. Себе просто так поднял 2000 экспириенса. 20-й левел Сити Вай. 42-ая минута. Нет верхней стороны у команды Йо Хоум. Ну, класть им вообще на это хотелось. Нижняя сторона тоже постепенно сыпется. Но Луна отфармит. Луна все это отпушит. Это даже не обсуждается. Так, Фуай, где ты? У Фуая до Аганима. Ну, нормально так еще. Полторы тысячи фармить. Так как будет Аганим, конечно, бедные Йо Хоумы. Нага Пайп оф инсайт. Все, в принципе, уже готов. Все, в принципе, уже готов. Ульта прочекать, где кто. А все везде. Все полностью везде. По всей карте разбросаны игроки команды Йо Хоумы. Близко к коллективу Вичи Гейминг никто и не подходил. Дарк Сирь приобретает Даггер. Что-то мне кажется, что вперед ногами сейчас. Команду ВГ просто понесут. Йо Хоумы выигрывают 2500 по экспириенсу. 5 по золоту. Вайджей. Есть БКБ. Есть Баттерфля. Есть Сэнджин Яша. Здесь тоже всего нормально у всех. Та же Нага. Солар Крест. Пайп оф инсайт. Луну мы видели. Дарк Сирь. Гвардиан Грифс. Есть варианты для врыва. Даггер имеется. Ну и степень контроля. Какая-никакая. Лина с Шивой. Лина не по классике вообще пошла. Если ворвутся первый Йо Хоуму, вариант есть, конечно. Затащить. Правда здесь Гирокоптер меня немножко смущает. Хотя отставание у Айджей копеечное. Здесь очень ровно идут все по количеству нафармленной голды. Единственное, что саппорты проигрывают слегка. Тот же Ланэм выбился очень прилично. 2-2-3 и 116 крипов. Тот же Ланэм выбился нафармленной голды. Сатаник приобретает себе Хау. Ох и зацепило, конечно, команду Вичи Гейминг. Если сейчас поймают Йо Хоума случайно, где-то на ошибке, то ВГ по идее эту игру могут и закончить. Если же Йо Хоумы удачно ворвутся, пёс его знает. На самом деле тут достаточно скользкая ситуация касательно Наги. Провязать сон команде Йо Хоума, зайти, напасть. По-моему, ещё страшнее для команды Йо Хоума, чем для Вичи Гейминг. Сразу же включает БКБ Хао. БКБ включает Супер. Фенерир там ультит, фиссуры ставит. Вот, и команда Йо Хоум просто-напросто не вывозит то количество дэмэджа. Ну, Йо Хоумы зашли во вражеский лес, вышли из вражеского леса. Рано или поздно эту игру придётся заканчивать, ребята. Точно вам говорю. И 19.15. 45 минут. Вот. 6 тысяч золота, 0 по экспириенсу. Вот теперь действительно Китай в лучших своих проявлениях. Без фрагов, без атаки, без инициативы какой-то. Входим и всё. Рефрешер орб есть у Ася-Ася. Нападайте, делитесь. Где-то Эго у кого-то была, по-моему, из ВГ. Это уже слетело. Продолжение следует... Продолжение следует... хоу по мидлейну за ним все четыре игрока команды в.г. остальные 4 сетевая можно ловить айсайсайс даггером нападать тоже можно куда это ты энерджи бустер вдруг собран намылил кто ринкор видимо зерц будет себе собирать нормальная тема так на мидлейне ловят вай джей скончик филда уходит вай джей бкб сразу чтобы не глимсанули вай джей без бкб теперь можно и по файтится као стоит на кг стенка прямо на као так тебе хау и надо лан эмлоу фпшный финрир отхватывает у нас от сетевая пока что размен 2 в 2 и умерла здесь луна и вай джей умер и умер хао курьер дайв летал здесь летал долетался ротики из тяжко пошла по фай но супер его не отпустит здесь ротики лох и пешный вот как здорово ушел ротики 2 300 на руках в принципе бкб был бы наверное не лишним здесь луны наверно надо скади например рубик еще 2000 до появления гонима блины 3 200 на руках просто все необходимое вроде как имеется даггер разве что вместо magic ванда достаточно приличная тема фай даггер а гоним могу дизраптор насобирался здесь 2 400 у хау на руках вообще топ нет ворс на карте 23000 хотя гпм неолёт 550 у него 480 у у луны по опаснее оба м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Что это? Просто так на тупом вообще нападал Супер Вайджей, конечно Ну и готовится командович Гейминг к атаке У юхумов есть шансы драться за Рошу Они это прекрасно понимают Рефреш Рорп у Лины Аганим, рефреш, рорп Это минус любой вообще В составе командовича гейминга Герокоптера 4400 на руках Ну и хумы стесняются Нароху заходить, странно даже Так, пошла ульта у нас герокоптера ДДС лоу хпшный, ДДС забирает Минус 1 уже от команды вичи гейминг Хау на лоу хп отсюда свалил Сетивайш его провязал, шива на линии Что за... Ланэм допоет сейчас И по-моему команда вичи гейминг Может и рассыпаться здесь Да нет, они минус 2 уже делают Ланэм старается отсюда уйти, Ротикей ловят Ротикей застревает в кинетик филде Ланэм в таверну В таверну, так же Отправляется Ротикей Минус 4 от команды вичи гейминг И трипл килл Отзыв сав в данном файте 1100 по голде заработал Супер и Ой, Айс Айс Айс, точнее По экспириенсу тоже там капнуло Многовато, 4300 есть у Айс 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 На руках, аганим можно сразу купить Вот это вот продать Или, кстати, идти себе к Таринкор приобретать Тоже достаточно приятная штука Что? Ну и Роха падает Для ВГ Хао Собирает себе Ай, а вот так У кого появился Хекс? Я не понял У Пугны У Пугны прилетает Хекс А то в Айс у Супера Ну и Хао заходит на хэйграунд Уже, в принципе Команды Юхум Ситуация не самая приятная Их 10 проигрывает по голде По экспириенсу 6 Ну и пошел замес Хао ловят сетку А Хао в это время Просто пилит Тауэр Хао Саэго Поэтому можно и сливать У Хао есть Сатаник Поэтому тоже Если рядом кто-то появится Можно и убивать Ну и герокоптер пошел Отхиливаться Как я понимаю Так и есть У Хао все хорошо Пока есть Сатаник ХП регенится Просто чудовищной скоростью Ловят Вайджея Ставят ему в стадик Штормс Он пошел от Лан Эмма Ультау от Айс 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 Лоу хпшный Вайджея Ракета по нему Ракету разбивают Дикрепифа есть у ДДС Стяжка от Ротикея Стенку поставь В Критик Филдея Стоят оба Правда их На Критик Филдея Там пофиг Хао в Глимер КП Не двигается Пошел собственную иллюзию Разбивать Пока что Ехоу мы лоу хпшный У Вичи Гейминг Проследает по хп Только герокоптер Пора уже Убивать Вайджея Начинает настреливать Настреливает по Хао Забирает у него Эгис Хао сейчас встанет Бхб у него не будет Хао моментально Задувает у него И Хао старается Драться Декритик Фай Отправляет его Супер Ты лучше своего Отхил Чем Сасывая дэмэдж Из других Начинает подхиливать Хао Супер И просто Расстреливает Все Хао Минус 4 От команды Вичи Гейминг ГГ ВП Ехоу мы не выдерживают Вот вам Эротики Пожалуйста Вичи Гейминг Оказались в этом Противостоянии Сильнее Но это только Первая игра В принципе у нас впереди Еще вторая А может даже И третья Ну что друзья Не забывайте Подписываться на наш канал В Твиче Группа ВКонтакте Все-все-все К вашим услугам Напомню еще раз Это Астрия Игрокам ДВ И у микрофона Для вас Работает уже По-моему Двенадцатую Или одиннадцатую ночь Друг Услышимся через 5-6 минут